За содействие террористической деятельности будут судить жителя Ивановской области. Следственным управлением регионального ОФСБ ему уже предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. В ходе расследования уголовного дела установлены трое жителей Ивановской области, которые выехали в Ирак и Сирийскую Арабскую республику для участия в незаконных вооруженных формированиях и Международной террористической организации ИГИЛ. Двое из тех, кто согласился примкнуть к Международной террористической организации, запрещенной в нашей стране, выходцы Северного Кавказа. Еще один коренной Ивановец, принявший ислам. Религия, точнее, ложное ее толкование и стала основным инструментом вербовки. Основное вербовочное действие в Северном Кавказе за счет того, что были указаны соответствующие постулаты, исламские, о том, что каждый мусульманин обязан завершить джихад. В понимании этого лица. Не в понимании правильного, так сказать, трактования джихада. Вместе с тем он указывал на том, что они, как правило, не имеющие люди, вышел от любого среднего образования. Респективно территорию Северной Федерации, включая получение хорошей оплачиваемой работы, жилья, у них нет. Тем самым, в принципе, он предлагал примкнуть указанной террористической организации. И сам вербовщик, и те, кто его послушались, теперь фигуранты уголовного дела и предстанут перед судом. Первому за содействие террористической деятельности грозит до 10 лет лишения свободы. Те, кого он убедил поехать в Арабские республики, за участие в незаконном вооруженном формировании, могут провести за решеткой до 15 лет каждый. Все из-за того, что не смогли вовремя сказать «нет». Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.